Сокращение в детских садах коснется лишь тех воспитателей, которые работают в 12-часовых группах. В городе их более 700. Так, например, в дошкольном учреждении номер 87 оптимизация затронет двух сотрудников из восьми. На деле у меня один педагог уходит в декретный отпуск с 19 декабря. Она уже не попадает. А вторая, она пенсионерка, она просто подала заявление на вакантную должность. Переходит работать в мышечном постирке белья. Сменить профессию воспитателя на работника прачечной в этом же детском саду придется Вере Шпагоновой. Под сокращение женщина попала как пенсионер. За ее плечами 38 лет стажа. Воспитателем Вера Васильевна проработала практически всю свою жизнь. Сначала трудилась в 248-м, затем в 360-м, сейчас в 87-м дошкольном учреждении. Для меня это, конечно, неожиданно, но что делать? Все-таки возрастная категория. Я уже отработала много лет. Детей я, конечно, люблю, мне их будет не хватать. Но ничего, если все равно же я в группу буду приходить, буду общаться. Всего в Казани под сокращение попадут 150 воспитателей. Между тем никто не останется без работы и успокаивают в управлении образования. Сотрудники будут распределены по другим детским садам, где дефицит кадров. По новой схеме воспитатели будут работать так. На две группы оставляют только три педагога из четырех. Один из них будет выполнять роль бегунка. До обеда работай в одной группе, а после в другой. Есть разные варианты. Первый вариант, либо заведующая предлагает место работы в данном же детском саду за счет сокращаемой ставки, за счет вакантной ставки. Второй вариант, он предлагает переход педагогу в другое дошкольное учреждение. И третий вариант, переход в детский сад новостройку, там, где есть у нас вакантные места. Некоторые аналитики связывают это решение с майскими указами президента России. Напомним, весной Владимир Путин поручил правительству обеспечить достойные зарплаты бюджетникам, в частности, воспитателям. Один из вариантов решения проблемы – оптимизация, считают эксперты. Помимо кадровых изменений в дошкольных учреждениях, повысится тариф за услуги содержания детей. Сейчас решается вопрос, насколько вырастет сумма. Предполагается, что не более чем на 8%. Насколько повысится размер родительской платы с нового года, будет зависеть от вида детского сада, режима работы и возраста ребенка. В среднем сумма в квитанциях вырастет на 250 рублей. При этом все льготы и компенсации сохранятся. Как пояснили чиновники образования, мера эта вынуждена и связана с индексацией цен как на продукты, так и на услуги ЖКХ. Ну ладно, конечно, тем более сейчас двое-трое детей, но никуда не денешься. Я думаю, нормально, чтобы качество оказываемых услуг не менялся.